В гимназии культуры мира в Казбековском районе полным ходом идут ремонтные работы. Объект в этом году попал в программу 100 школ. Образовательное учреждение было построено более 40 лет назад. За все время здесь лишь раз проводилась замена кровли. Хотя давно пора было заменить деревянные окна и двери. И вот благодаря проекту все это уже делается. Обновленная гимназия откроет свои двери уже в этом учебном году. Как идут ремонтные работы увидела Любава Маслова. Уже через месяц в этой гимназии вновь зазвучит звонкий детский смех. За парты вернутся более 400 учеников. Только в этом году мёрзнуть зимой им уже не придётся. Гимназии культуры мира села Гуни полностью заменили окна. На место старых деревянных установили современные, пластиковые, с широкими подоконниками. Ремонт для нас буквально вчера для нас был мечтой. И благодаря конкурсу в федеральной программе «100 школ» мы стали участниками. И благодаря муниципалитету, которые поддержали нас, благодаря государству, которые поддержали нас. И даже родители, родительский комитет, меценаты. Благодаря этим людям мы победили этот конкурс и уже начали ремонт делать. Здание строили по советской технологии в начале 70-х годов прошлого века. Стены прочные, а вот деревянные окна, двери и перекрытия свой срок уже отслужили и нуждались в реконструкции. Всего по программе в этом году на ремонт потратили более 1,8 млн рублей. Ни разу не было здесь капитального ремонта, кроме того, как в 2007 году мы заменили кровлю, больше капитальных ремонтов не было. Всего в Казбековском районе 15 общеобразовательных учреждений. С 2018-го треть из них уже отремонтировали по программе «100 школ». Заменили старые окна и двери, поменяли проводку, обновили кровлю, провели отделочные работы и косметический ремонт. В 2018 году две школы приняли участие, в 2019-м еще две школы. В 2020-х год из-за пандемии мы пропустили. И в 2021 году участвуют в Гунистской гимназии. Все работы в гимназии культуры мира села Гуни планируется завершить до середины августа. В планах руководство муниципалитета отремонтировать по программе все школы района. В будущем году заявку на участие в проекте подадут еще два местных образовательных учреждения. Любовь Маслова, Саид Кутиф, Рамазан Амаров, Юсуп Газямаров. Время новостей. Казбековский район. Саид Кутиф, Рамазан Амаров, Юсуп Газямаров.